Здравствуйте, это канал Hairball TV и сегодня у нас рубрика обзора. Сегодня у нас на обзоре специи и у нас сегодня специя, которая, я думаю, всем известна, всеми любима. Это базилик. Давайте его откроем, высыпем на нашу замечательную белую тарелочку и посмотрим, что же он из себя представляет. Итак, давайте, Википедия как бы нам в помощь, давайте почитаем, что у нас есть информация какая о базилике. Итак, базилик душистый. Кстати, тот, кто говорит, что базилик, вот я смотрю, что открываю, обязательно, специально открыл в Википедии, написано базилик, не базилик. Итак, базилик душистый или базилик обыкновенный или базилик огородный или базилик камфорный. Итак, он у нас прорастает, так, в диком виде произрастает в Иране, в Индии, в Китае и некоторых других странах. Ну, тут еще Азия, Африка, Америка, Россия, Средняя Азия, в общем, много где растет. Давайте более интересно почитаем его применение. Итак, применение в кулинарии. Зелень базилика имеет очень приятный пряный запах душистого перца с легким, холодящим, солоноватым вкусом. Солоноватый вкус, ого. Эта культура одна из ревнейших пряностей национальной кухонь за Кавказией и Средней Азией, где его называют райхан, реган, рен, райхон, что означает душистый. В Узбекистане наряду с огородными выращивают базилик зеленолистый, жамбил. Листья базилика душистого используют в качестве самостоятельной закуски и как приправу, свежие и сушеные. В Азербайджане употребляют и семена, ими ароматизируют напитки, салаты, паштеты, супы, куриные, кисломолочные, крупяные, овощные. Базилик добавляется в блюда из баранины, говядины, субпродуктов, домашней птицы, а также фарши. Базилик душистый применяют в консервной промышленности для ароматизации маринадов и томатных соусов, а также в мясной промышленности. Он входит в состав пряных смесей, заменяющих черный перец, а также в специальном ароматическом композиции. В маринадах и солениях базилик используют повсюду. Его добавляют при солении томатов, огурцов, патиссонов и белых грибов, при квашении капусты, мариновании баклажанов и болгарского перца. В Азербайджане ароматной пряностью приправляют десерты, напитки, в Узбекистане и Таджикистане чай. Так, в Узбекистане чай, прикольно. Широко применяют базилик в европейских странах и США. Часто базилик употребляют в сочетании с другими пряностями. Смесь с розмарином приобретает перечный запах с чайбером, усиливает остроту блюда. Кстати, по поводу чайбера у нас тоже есть видео на нашем канале. Так, хорошо сочетается базилик с майораном, петрушкой, кориандром, мятой и астрагоном. Применение в медицине. Ох ты, елки, прошу прощения. С лечебной целью используют траву. В народной медицине различных народов растения используются большой популярностью. Настой травы применяется при гастрите, колите, пиолите, как противокашливое средство, при коклюше, при неврозе, головной боли, бронхиальной астме, кишечных и печеночных коликах, метеоризме, отсутствие аппетита, при пониженном кровяном давлении, при воспалении почек и мочевого пузыря, простуде, насморке, а также как средство, улучшающее выделение грудного молока у кормляющих женщин. Настой из листьев базилика используют наружно для полоскания при ангине, стоматитах, внутрь, как противолихорадочное средство. Отвар растения рекомендуют как обезболивающий препарат для полоскания полости рта при зубной боли, стоматитах, ангинах для примочек, при труднозаживляющих ранах, а сок свежих листьев при воспалении среднего уха, экземе, труднозаживляющих ранах. В современной медицине базилик используют во многих странах для приготовления ароматических ванн, полосканий и в качестве мягчительного средства. Содержащееся в базилике эфирное масло прекрасно смягчает и тонизирует кожу. Благодаря содержанию камфоры базилик успешно применяют как возбуждающее средство при угнетении центральной нервной системы, ослаблении функции дыхания и нарушении кровообращения, а также в качестве общетонизирующего средства. Следующее, что в больших дозах растения действуют раздражающе на различные органы, препараты базилика противопоказаны при ишемичной болезни средства, инфаркт, химиокарда, сахарном диабете, трамбофлебите, гипертонической болезни. В народной медицине входит состав набора ароматических трав для припарок. Вот такой вот, оказывается, базилик. Все намного сложнее, чем просто приправа. Оказывается, он очень целебный. Давайте немножко ближе подведу, потому что видео у нас уже и так затягивается. Вот так он выглядит вблизи. Купить базилик вы можете в нашем интернет-магазине. Ссылочка будет в описании. В нашем интернет-магазине еще больше ста трав, растений, специй, ароматических составов. Поэтому переходите по ссылке, всем ознакомливайтесь. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, для вас открыл много нового по поводу базилика. Всем хорошего дня и всем пока!